Итак, какие же свидетельства эволюционного происхождения человека от нечеловеческих животных дает нам молекулярная генетика, о которой не догадывался Дарвин? Напомню, что гены – это фрагменты молекул ДНК, которая состоит из длинной цепочки последовательно соединенных нуклеотидов четырех типов, обозначаемых буквами А, Т, Г и С. Из них складываются длинные тексты, примерно такие, в которых зашифрованы наследственные свойства организма. Важное свойство ДНК – комплементарность. Благодаря этому по одной нити можно построить вторую, а тексты, записанные в молекулах ДНК, передаются по наследству от родителей к потомкам. Для упрощения можно представить ген как кусок кода, который кодирует белок, который может под руководством других генов давать инструкции третьим в ответ на меняющиеся условия внешней среды, или наоборот. Таким образом, получаются огромные, запутанные как код программистов индусов, сети. В среднем я отличаюсь от вас, а вы от любого другого человека на планете на одну из тысячи букв, как выделено здесь. Если бы это происходило в книге, текст от этого поменялся бы мало, а не сильно грамотные читатели не заметили бы этих отличий вообще. Чем отдаленнее наше родство, тем больше различий. Например, от шимпанзе мы отличаемся в среднем на одну из ста букв. В сравнении нуклеотидных последовательностей ДНК – превосходный метод определения степени родства, сравниваемых организмом. Это обстоятельство широко применяется на практике, в том числе для установления отцовства или более отдаленного родства. Изучая семьи с известной генеалогией, генетики оценивают скорость накопления различия ДНК. В частности, большую помощь оказалось следование ДНК поселения Исландии – уникальной страны, где по церковным книгам можно выяснить родословную чуть ли не каждого жителя на много веков вспять, порой даже до первопоселенцев, прибывших в Исландию из Норвегии в IX веке. Причем из останков нескольких первых колонистов тоже удалось извлечь ДНК для анализа. Результаты генетического анализа при этом хорошо согласуются с сохранившимися историческими сведениями. Теми же методами можно реконструировать историю целых народов или, к примеру, находить среди современных азиатов потомков Чингисхана по Y-хромосоме. Можно отследить любых общих предков – от митохондриальной Евы и Y-хромосомного Адама до установления связей между любыми из существ. Также можно найти фрагменты неандертальской ДНК, которая у всех неафриканских рас около 2%. Прекрасный повод троллить нацистов, ведь самые чистокровные сапиенсы – это африканцы. Хотя и это уже спорно. Да и в мире с авиаперелетами и ассимиляцией эта ситуация будет недолгой. В ходе многочисленных исследований, где можно было непосредственно сравнивать генетические данные с историческими, генетики раз за разом убеждались в достоверности методов оценок родства на основе сравнения ДНК, а сами они развивались и совершенствовались. Поэтому сегодня мы можем при помощи этих многократно проверенных и откалиброванных методов оценивать степень родства и таких организмов, по которым у нас нет летописных данных. Результаты таких исследований имеют такую же степень надежности, как и в случае установления нашего семейного родства. Спросите у любого квалифицированного специалиста по молекулярной генетике, какие результаты дало сравнение геномов человека и шимпанзе. Он подтвердит, что близкое родство записано в этих двух геномах хорошенными буквами. Рассмотрим разновидности таких записей. Здесь показан начальный фрагмент 180 нуклеотидов одного из генов митохондриального генома свиньи, макаки, шимпанзе и человека. В этом гене закодирована последовательность аминокислот в молекуле очень важного белка, который называется цитохром B. Соответственно, сам ген называется ген цитохрома B. Хотя ген можно взять практически любой, картина будет качественна одна и та же. Митохондриальные гены накапливают мутации в 5-10 раз быстрее, чем ядерные. Поэтому в целом митохондриальные гены человека и шимпанзе различаются на 9%, а ядерные примерно на 1,2%. Столько различий они успели накопить с того времени, когда популяции наших предков разошлись, то есть предки шимпанзе перестали скрещиваться с предками людей около 6-7 миллионов лет назад. Из 60 аминокислот, кодируемых этими 180 нуклеотидами, у шимпанзе и человека различаются только две. На работу цитохрома B эти различия, скорее всего, влияют очень слабо или не влияют вообще. Из 60 триплетов троек нуклеотидов различаются 15, однако только два из 15 различий являются значимыми, не синонимичными, а остальные синонимичными, не влияющими на структуру белка. Синонимичные нуклеотидные отличия человека от других видов выделены красным шрифтом, не синонимичные красным шрифтом и подчеркиванием. Как вы знаете из первого видео, большинство аминокислот соответствует не один, а несколько разных триплетов. Генетическое родство человека и шимпанзе доказывается даже не столько сходством последовательности, сколько характером различий между ними. Легко заметить, что оно полностью соответствует предсказаниям эволюционной теории. Больше всего должно быть синонимичных нуклеотидных замен, потому что такие замены не влияют на свойства белка и, следовательно, невидимы для отбора, не отбраковываются ими. Именно это мы и наблюдаем. Еще одно свидетельство генетического родства состоит в том, что в большинстве случаев для кодирования одной и той же аминокислоте в геноме человека и шимпанзе используется один и тот же триплет. С точки зрения правильности генетической инструкции нет абсолютно никакой разницы, каким из триплетов, соответствующих данной аминокислоте, закодировать ее в каждом конкретном случае. Например, аминокислота Т, трианин, кодируется любым из четырех триплетов АЦА, АЦТ, АЦГ, АЦЦ. Эта аминокислота встречается в одинаковых позициях в данном фрагменте белка у человека и шимпанзе 22 раза. При этом во всех 22 случаях она закодирована у обоих видов одним и тем же триплетом. 13 раз используется триплет АЦЦ, 8 раз АЦА и 1 раз АЦТ. Вероятность случайности такого совпадения 0,25 степени или 1 на 17,6 триллионов. Такой же шанс предсказать выпадение орлов или решек во двух монетах 22 раза. Или дождаться пока выпадет одно и то же число на рулетке 8 раз подряд. Если собрать все такие случаи по геномам человека и шимпанзе, вероятность случайности получится невообразимо ничтожной, практически неотличимой от нуля. Таким образом, дело здесь не просто в сходстве текста ДНК, дело в характере сходства, которое выходит далеко за пределы любой функциональной оправданности. Его невозможно объяснить пользой для дела. Особенно важны сходства по бессмысленным частям генетического текста. Сюда относится и использование одинаковых синонимичных триплетов, а также по характерным ошибкам в нем. У специалистов по молекулярной генетике кровное раствор человека-шимпанзе не вызывает и тени сомнения. Опытный учитель сразу поймет, что один ученик бездумно списал у другого, если заметит в их сочинениях не только одинаковые мысли, но и одинаковые фразы, используемые для их выражения. Особенно одинаковые ошибки в одних и тех же местах текста. Все эти бесспорные признаки единства происхождения, а не независимого состворения, в изобилии присутствуют в геномах близкородственных видов, каковы ими являются человека-шимпанзе. На таком же принципе филогении, сопоставление ошибок неизбежно возникающих при переписывании, основаны и методы реконструкции генеалогических деревьев древних летописей и других рукописных текстов. Сравним теперь аминокислотные последовательности того же самого фрагмента цитохрома B у человека, шимпанзе, тибетского макака, свиньи. Аминокислоты обозначены буквами М, Т, П, Р, К и т.д. Как видим, у макаки аминокислотная последовательность этого белка сильнее отличается от человеческой и шимпанзиной, чем последовательности первых двух видов друг от друга. 45 аминокислотных различий между макакой и шимпанзе, 44 между макакой и человеком, 10 между шимпанзе и человеком, а у свиньи сильнее, чем у человека и макаки. Это полностью соответствует биологической классификации и эволюционному дереву. Шимпанзе гораздо более близкий родственник человека, чем макака. Предки человека и шимпанзе разошлись 6-7 млн лет назад, а предки макаки и человекообразных обезьян, включая человека и шимпанзе, перестали скрещиваться около 20-30 млн лет назад, а лавразиотерии вместе с китами и парнокопытными и вовсе 97 млн лет назад. Дольше срок раздельной жизни, больше различий в аминокислотной последовательности белка. Интересно взглянуть на ситуацию с точки зрения и шимпанзе. Для этого вида человек более близкий родственник, чем любая другая обезьяна. Даже горилла, которая, на наш взгляд, внешне не сильно отличается от шимпанзе, приходится для шимпанзе более дальней родной, чем человек. В свою очередь, для гориллы – людей и шимпанзе – самые близкие родственники, значительно более близкие, чем любые другие обезьяны. Результаты сравнения генов и белков в большинстве случаев подтверждают представление о родственных связях между видами – эволюционном дереве, сложившиеся задолго до прочтения геномов, и основанные в большей части на внешнем сходстве и различиях. Аналогичные результаты получаются при сравнении практически любых генов в любых группах организмов. Каждый может убедиться в этом самостоятельно, поскольку все прочтенные гены и программное обеспечение для их анализа находятся в свободном доступе. Например, на сайте Национального центра биотехнологической информации США. Псевдогены – это неработающие, молчащие гены, которые возникают в результате мутаций, выводящих нормальные работающие гены из строя. Псевдогены – настоящие генетические рудименты. Если мутация выведет из строя ген, полезный для организма, такая мутация почти наверняка будет отсеяна отбором. Однако некоторые гены, в прошлом полезные, могут стать ненужными, например, из-за смены образа жизни. Мутации, выводящие из строя такой ген, не отсеивается отбором и может распространиться в популяции. Псевдогены могут долго сохраняться в геноме в качестве ненужного балласта, а мутации, которые в дальнейшем будут происходить в псевдогене, не будут отсеиваться отбором, а станут свободно накапливаться. В конце концов, могут изменить псевдоген до неузнаваемости. Как ошибки в детской игре сломанный телефон? Да, вся жизнь – это, по сути, долгоиграющий сломанный телефон, с тем лишь отличием, что те, кто говорил что-то не то и где-то не там, умирали, или жили очень плохо и не оставили потомства. Поэтому в геномах большинства организмов, включая человека, псевдогены на той или иной стадии мутационной деградации присутствуют в больших количествах. Псевдогены представляют собой своеобразную историческую хронику, рассказывающую об образе жизни и адаптациях далеких предков, изучаемых организмом. Например, в геноме человека в псевдогены превратились многие гены обонятельных рецепторов. Это и понятно, поскольку обоняние не имело существенного значения для выживания наших предков уже давно. Ярким доказательством эволюции является присутствие одинаковых псевдогенов в одних и тех же местах генома, родственных видов. Например, у человека есть псевдоген ГУЛО, который представляет собой сломанный ген фермента глюкон и лактоноксидазы. Этот фермент необходим для синтеза аскорбиновой кислоты. У других приматов обнаружен точно такой же псевдоген, причем мутационная поломка, нарушившая работу гена, у него такая же, как и в человеческом псевдогене. Причины очевидны. В связи с переходом предков современных приматов к питанию растительной пищей, богатой витамином С, данный ген перестал быть необходимым для выживания. Мутация, испортившая ген, не была отсеяна отбором, закрепилась и была унаследована человеком и другими обезьянами. У других млекопитающих, например, у крысы, ГУЛО является не псевдогеном, а работающим геном. И поэтому крысам не нужно получать витамин С с пищей, они синтезируют его сами. У тех млекопитающих, которые независимо от приматов перешли к питанию пищей, богатой витамином С, например, у морских свинок, тоже произошла псевдогенизация гена ГУЛО, но мутации, выявившие гены строя, у них были другие. Вот как выглядит фрагмент нуклеотидной последовательности псевдогена ГУЛО и макаки Резуса, орангутана, шимпанзе и человека. Красным выделены различающиеся нуклеотиды. Звездочками вмечены различия, наиболее важные для построения эволюционного дерева. Еще один пример. У млекопитающих есть три гена, которые у птиц и рептилий отвечают за производство белка виталлогенина, входящего в состав желтка в яйце. Почти у всех млекопитающих этих три гена мертвые, псевдогенизированные. Только яйцокладущие однопроходные звери, утконосы и хидна, синтезируют виталлогенин. У них из трех генов виталлогенина мертвы только два, а третий сохранил функциональность. Между прочим, хотя у плацентарных млекопитающих желток не образуется, в ходе эмбриогенеза развивается рудиментарный желточный мешок, наполненный жидкостью, присоединенный к кишечнику зародыша. Его даже видно на УЗИ. Перечислять доказательства родства человека с другими живыми существами можно долго, и сказанного более чем достаточно для первичного понимания нашего места в действительности. Если кто-то хочет ознакомиться с другими фактами такого рода, он может найти их в обзоре доказательства эволюции по адресу, указанному на экране. Уверен, что вы сделаете верные выводы на основании изложенных фактов. До скорых встреч!